очагов тв представляет он шо там как блять нахуй все закончилось здрасте вы похожи на врача психолога да только не психолог а психоаналитик как ваши дела чем занимаетесь о чем хотите поговорить расскажите покажите сейчас больше как бы о войне говорим обычно в чат рулетки да да это так если есть такие разговоры задавайте вопросы будут будут ответы но вряд ли адекватные для вас почему потому что все агрессивно настроены на эту тематику и не хотят просто чтобы изливалось говно и все такое потерял зубовку извините не слушайте просто вопрос смотрите у вас была цель заявлена демилитаризация одна из двух целей как у вас сейчас демилитаризация украины можете мне в двух словах рассказать вы уничтожили уже все оружие в украине или еще осталось там что у нас у кого у вас в россии а вы считаете что в россии управляет только русский народ или какая-то определенная каста в россии вообще не русский народ ничего не значит в россии управляет путин и его команд вот кто вот и вы мне знаете этот вопрос зачем то есть вы признаете что вы раб от которого вообще ничего в россии не зависит правильно я признаю то что я раб но от меня зависит жизнь моей семьи и моего достатка в дальнейшем я понял я понял позиция понятно вашего вы знаете вы не один такой сожалению но вы понимаете что когда государство авторитарное государство диктаторская до власть что она так или иначе рано или поздно доберется и до вас конкретно и до вашей семьи что вы тогда запоете так же как вы что так же как она запоете у нас же не диктаторская не авторитарная а то есть вы считаете то что вы сейчас живете в полном достатке и в хорошем настроении я лично да я живу в полном достатке и в хорошем настроении единственное конечно что это настроение тем что вы убиваете в украине людей вы меня очень портить это взаимно потому что я также живу в ебаной россии в переебаном государстве в очень униженном состоянии но я для себя делаю то что я хочу делать и меня это устраивает почему потому что я не вижу смысла как-то способствовать нашему государству развиваться дальше и при этом всем я не хочу чтобы мое благосостояние ухудшалась за счет каких-то непонятных ваших конфликтов на ваших я имею ввиду виду украины россии я ваших но вы же вы же часть россии это значит не ваша нет 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 я не часть россии я вам говорю что путин хуйло наше государство говно все что происходит в данном государстве это неправильно я вам это говорю а специальная военная операция это правильно никакой операции нет есть на нападение а на какое-то другое государство да я поняв политических вот этих ваших нюансов ни хуй не рублю мне это не интересно я живу своей жизнью и мне интересна своя жизнь мне похуй на ваши войны на ваши конфликты то есть вам все равно что ваше государство убивает сейчас людей в украине правильно я помню нет нет не все равно почему я каким образом вы высказываете протест против этого никакие протесты мне не нужны я живу своей жизнью мне своя жизнь своя религия свое понятие свое миротворение и свое миросоздание и мне на ваши политические разногласия и ваши войны полностью насрать да но вы живете в государстве которое сейчас убивает напало на среднее государство и убивает там людей вы это понимаете или нет ты не слышишь меня мне похуй на государство ты не слышишь меня мне похуй на на государство на политику на мироздание то есть вам пофиг что ваше государство убивает украинцев правильно нет так пофиг или нет вы говорите пофиг нет нет мне пофиг на ваше межполитические воздействия между собой да не воздействия вы убиваете сейчас украинцев ваша страна ваша только нужна это ваша страна вы член вашей страны понимали я внешние какое не страны вы гражданин ваши вы являетесь гражданина ваших стран шаг va как гражданин страны NOTE игрю в иваши государства 征 чем которого я сейчас убивает людей Ты меня не слышишь вообще. Я очень хорошо слышу, не переживай. Я еще раз объясняю, что если у меня есть гражданин, паспорт гражданина России, это не говорит о том, что я за то, что убивают вашу страну. А если ты против этого, как ты это выразил хоть раз? Зачем мне выражать, что то, что мне неинтересно? Ты против этого или тебе все равно? Если все равно, я пойму. А если ты против, значит, ты как-то свой протест должен выражать, правильно? Давай по-другому. Война продолжается испокон веков. Всегда. Она была всегда и будет всегда. Между кем-то и чем-то, и постоянно, и за что-то. Она всегда есть и будет постоянно. А я в данный момент против за то, что убивают людей, насилуют, бомбят и все остальное. Мне это неинтересно. То есть, это плохо. Я считаю, это плохо. Это унизительно для людей, которые живут на данной планете. Это очень плохо. Слушай, а хорошо, что убивают ваших оккупантов на территории Украины? Это хорошо или плохо? Мне на них вообще насрать. На кого? На оккупантов. Вот. То есть, ты как бы не против того, чтобы убивали ваших граждан на территории Украины? Они же... Правильно? Они же... Они не против. Они сами на это согласились. Я с тобой абсолютно согласен. Но, исходя из вот этой вот твоей идеологемы, значит, ты должен быть против того, что ваша страна убивает украинцев на их территории. Правильно? Не моя страна. У меня нет страны. Ты не понял до сих пор? Ты гражданином, который ты являешься, страна, это и есть твоя страна. Я... Нет. Нет. То, что я родился в этой стране, не говорит о том, что я ее гражданин. Ты это понять можешь? У тебя это в паспорте написано, что ты ее гражданин. Да для меня паспорт это просто бумажка. Для тебя, я тебе говорю, юридически ты являешься гражданином страны. И ты понимаешь, что ты будешь нести ответственность, как и вся твоя страна, за эти преступления. Нет. 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 А ты не понимаешь, что ты уже отвечаешь за это санкциями, ухудшением твоего уровня жизни и так далее. Это вы сами себе придумали. Это вы сами себе придумали, что вы... Если ты... Смотри, ты кто? Украина? Правильно? Я гражданин Америки. Америки. Вот. И ты, если родился в Америке, то есть ты автоматически становишься гражданином Америки. Правильно? Ты так думаешь? Я так не думаю, я так знаю. А ты не думал, что ты родился на земле и ты не являешься никаким гражданином. Ты являешься гражданином Ты так или иначе живешь в какой-то стране и ты являешься гражданином какой-то страны. Да потому что тебе это... Да потому что тебе это навязали и тебе это сказали, то, что ты являешься гражданином в какую-то страну. Ну, это ты ни о чем сейчас говоришь. Ты понимаешь, что ты будешь отвечать за свою страну, так или иначе? Нет. Я не буду отвечать за кого. А ты уверен, что ты сейчас уже не ощущаешь на себе тяготы вот этой войны? Я не ощущаю. Да, у тебя цены в магазинах не выросли. А у тебя? У меня... Я не ощущаю роста цен. Я тоже. То есть ты так классно живешь, что ты не ощущаешь роста цен, да? А ты так классно живешь, что ты тоже не ощущаешь? В Америке мало кто ощущает рост цен, поверь мне. А в России тоже такая же хуйня, прикинь. А, то есть тебя устраивает рост цен, да? А тебя устраивает? Я же тебе говорю, меня устраивает, а мне пофигу. Меня тоже. А, то есть то, что ты будешь становиться все более и более нищим, тебе пофигу, да? А тебе? Я нищим никогда не стану В Америке невозможно быть нищим Я тоже Как это ты тоже? Я тоже не стану нищим В России, как ты в Америке В Америке работающий, тем более, человек По определению не может быть нищим В России так же Работающий человек, по определению, не может быть нищим То есть ты поддерживаешь политику России, правильно? Так же, как ты поддерживаешь политику России Да что ж ты постоянно так же, как ты? Ты за себя ответь Ты поддерживаешь политику России? Я за себя отвечаю, так ты отвечаешь за себя Ты говоришь за себя, я говорю за себя Так вот, я поддерживаю Украину в борьбе с расистами С российскими фашистами, а ты? Я не поддерживаю никакую войну в априори Ты Украину поддерживаешь в борьбе с фашистами? Я не поддерживаю никакую войну в априоре. Ты поддерживаешь убийство оккупантов? Я не поддерживаю никакую войну. Я понял. А убийство тех, кто затеял войну, ты поддерживаешь? Я не поддерживаю никакие убийства в априоре. А почему же тогда твоя сторона напала на Украину? Я не знаю, какая сторона на кого напала, но я никого не поддерживаю. Слушай, знаешь, как мы назовем этот ролик? Идеальный раб. Нет, мы назовем этот ролик, а я не могу доказать то, что ты мне пытаешься доказать. Ну, это слишком длинное название. Идеальный раб будет более коротко и емко. Идеальный раб будет для того, что я поддерживаю кого-то, но не могу поддержать, потому что я его поддерживаю. Это будет идеальное название ролика. Идеальный раб. Идеальный раб, мне кажется, очень подходит для него. Он все осуждает. Путина он осуждает. Власть он осуждает. Но жизнь у него классная, блин. За что он осуждает Путина тогда? Ему пофигу, что там убивает его страна. Он себя к ней не причисляет, видите ли. Идеальный раб. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!